Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Найдено золото, пролежавшее под толщей воды столетия Искателям сокровищ повезло Удалось поднять в общей сложности 17 тысяч предметов Среди них драгоценности, серебряные монеты и золотые слитки Стоимостью в несколько сотен миллионов долларов Титаник После катастрофы в 1912 году Титаник стал самым знаменитым кораблем, потерпевшим когда-либо кораблекрушение 73 года спустя корабль был найден И теперь стоит вопрос о необходимости спасти этот легендарный корабль от подводных пиратов Благодаря затонувшим кораблям я имею возможность перенестись во времени в прошлое Увидеть наших предков, их жизнь Понять, что мы не одни в этом мире И что наши предшественники подчас испытывали больше бед, чем мы в нынешнем веке Всегда интересно думать о том, как они покоряли моря, чего добились в жизни А когда находишь личные вещи, то между тем, давно умершим человеком и мною Возникает какая-то особая трогательная связь Ощущать ход истории, быть сопричастным к ней Вот что мне нравится больше всего С раннего детства Джорджа Таллока привлекали корабли, давно прошедших эпоху В детстве я жил за городом И часто приезжал в Олбани, штат Нью-Йорк, в государственную библиотеку Это было огромное здание Оно-то и стало для меня окном в мир Не только в мир, который сейчас вокруг нас Но и в мир прошлого В мир всего того, что было до нас Там я познакомился с Шекспиром Узнал много интересного о французах, англичанах И я влюбился в корабли, которые помогали объединению людей Вы же знаете, что любой корабль Это своеобразный малый мир Одна маленькая нация И это, вне всякого сомнения, удивительно В 1985 году группа исследователей отправилась на поиски затонувшего Титаника Сонары ярд за ярдом прощупывают морское дно На борту исследовательского судна находится Алвин Одна из лучших мини-субмарин в мире Она может погружаться на глубины до 20 тысяч футов Исследователям повезло Они обнаружили Титаник на глубине в 12 тысяч футов Американец Роберт Баллард готов к погружению Алвин достигнет дна только через три часа Очень опасная операция На такой глубине любая, самая маленькая трещина во внешней обшивке субмарины Приведет к тому, что давление сомнет Алвин как обычную жестяную банку На связи штурман Алвина Алвин отправился в дальний путь Баллард со своей командой без особых проблем ведут Алвина на глубину сквозь кромешную тьму И вот наступает решающий момент Из мрака появляется нос Титаника К тому моменту, когда я увидел Титаник Я уже успел испытать эмоциональный шок Просто, когда мы только вышли на место катастрофы Титаника Капитан корабля сказал Здесь произошла эта трагедия Я никогда не думал, что такие простые слова И сам вид обычной морской воды произведут на меня столь сильное впечатление Так что морально я был готов к встрече с Титаником И когда я увидел его на дне, я испытал печаль Корабль был красив и одновременно ужасен С одной стороны, оставшийся невредимым Гордый нос корабля А с другой, почти полностью уничтоженная задняя часть Нос и корма, как будто две самостоятельные части Соленая вода способствовала значительным разрушениям в корпусе Титаника Джордж Талак, тем не менее, лелеет надежду на то, что когда-нибудь ему удастся поднять Титаник И увековечить тем самым память о погибших на нем А для искателей сокровищ из затонувших кораблей в будущем Главную роль в их поисках будут играть самые современные субмарины Сонарная аппаратура и огромное везение Субтитры создавал DimaTorzok